И в нашем городе открывается новый клуб, где как раз будут заниматься этим видом спорта. Узнаем об этом больше. У нас в студии Дмитрий Вараксин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского молодежного центра «Лидер». И Артем Мисок, тренер, руководитель кружка «Витязь». Здравствуйте. Давайте знакомиться. «Витязь» — это совершенно новый клуб в Днепре или он открывается на базе уже существующего? Нет, это у нас уже есть действующий клуб «Апельсин». И в одном из помещений этого клуба работает гурток «Витязь». И в этом месте был реализован наш проект «Бюджет участия» под названием «Тринимо чемпионов». Вы по «Бюджету участия» смогли реализовать проект. Здорово, поздравляю вас. Дякую. Какая основная цель, вот идея клуба «Кружка»? Ну, мы хотим створить сучасный простир, сучасные умовы. Потому что мы хотим, чтобы родителям хотелось приводить детей до наших гуртоков. И это главная такая концепция наша. Хочу с вами, Артем, поговорить. Вообще, как тренер, расскажите, что такое смешанное единоборство? Смешанное единоборство — это комплекс ударной борцовской техники. По факту, вид спорта. То есть это рукопашный бой с применением бокса, да? Правильно? Нет, что-то вы такое слышали. Вообще не так. Смотрите, бокс — это отдельный вид спорта. Рукопашный бой — это отдельный вид спорта. Рукопашный бой, он более прикладной для служб безопасности. Там работа с ножом, с пистолетом и так далее, и тому подобное. Но в смешанных единоборствах выступают и боксеры, и каратисты, и борцы. Не важно, с какого это вида спорта. В смешанных единоборствах ты можешь себе найти, попробовать. Ну, в смешанных единоборствах, подчеркиваю, есть и борьба, болевые удушающие, бросковые техники, ударные техники. Это, наверное, очень сложно. Ну, это микс, да. Микс martial arts. Если у вас в этом клубе будут заниматься детки? Так. Только дети? Ну, у нас вековая категория — вид пятый до 18-ти роков. Но с детьми еще можно себе представить, что можно научить с нуля всему, что нужно для того, чтобы заниматься смешанными единоборствами. А взрослые? Вот как приходят взрослые в этот вид спорта, имея там, ну, какой-то средний уровень подготовки, допустим, там, тренажерный зал, там, пробежки по утрам? Наверное, невозможно или кажется, сможет что-то... Наоборот. Наоборот. Как раз смешанные единоборства очень плавно могут подвести человека, имея спортивную базу, не имея непосредственно к боевым искусствам. Потому что ты можешь себя найти в борьбе, где будет все очень попроще, полегче, менее травмоопасно. Ну, относительно на начальном уровне, мне кажется, что это все-таки немного менее травмоопасно. По крайней мере, по голове не бьют. Хотя хотя бы... Ой, вы умеете разрекламировать. Ну да. Дело в том, что я в спорт пришел в смешанные единоборства достаточно, ну, достаточно в взрослом уже возрасте. Это уже мне было 18 лет. Я сам выходец с дзюдо, после чего я уже попал к своему тренеру, который сейчас является тренером клуба «Витязь». Вот, Кровякову Артему. И уже там, непосредственно, уже на свою борцовскую базу накладывал базу ударной техники. Поэтому, если у кого-то есть база тренажерного зала, у него есть какая-то общая физическая подготовка, или ее нет совсем, индивидуальный подход, профессионализм тренера, ну и просто меры безопасности. Ведь любая деятельность человека потенциально опасна. Безусловно. Дмитрий, тогда от вас расскажите все-таки, кто может стать учеником «Витязя». Ну вот еще раз про возрастные ограничения, мальчики, девочки. Это может быть любой жительница Днепра, от 5 до 18 лет, как и девчата, так и хлопцы. Главное, чтобы здоровье позволяло заниматься этим. Вот, кстати, про это. Вот с какими ограничениями не приходить к вам? Это, наверное, вопрос больше к Артеме Витальевиче. Ну, смотрите, если это какие-либо хронические заболевания, и то, опять же, если иметь индивидуальный подход и рекомендация врача позволяет посещать уроки физкультуры хотя бы в школе ребенку, то я думаю, что и в нашем зале мы, помощью нашего подхода и нашей методики, мы сможем работать. Но родителям все-таки стоит обратить внимание, что скрывать ничего не надо, нужно... Сто процентов, сто процентов. Перед тем, как родитель приводит ко мне на первую тренировку, на пробную тренировку, это все обсуждается, я спрашиваю. Если есть какие-то там... Если есть какие-то все-таки моменты, родители это говорят, я уже принимаю решение, там, основываясь на своем опыте и, опять же, на технике безопасности, есть ли возможность у меня работать с этим ребенком в основной группе и посещать, чтобы он посещал занятия. Довидки об овязкове. Обязательно, обязательно. Это даже по-другому. Ну и, как всегда, мы обращаем внимание наших телезрителей, что справки нельзя покупать. Их нужно приходить к врачу, получать честно и скрывать ничего от тренеров ни в коем случае нельзя. Нужно очень ответственно относиться к здоровью, тем более здоровью своих детей. Какие главные сложности вот на начальном этапе для тех, кто решил заняться смешанными единоборствами? Ну, я работаю, дело в том, что с детками от 5 лет, сначала родители, как правило, не как правило, а достаточно часто упускают моменты базовой координации, гибкости, растяжки и так далее и тому подобное. Поэтому правильно упасть, правильно встать, правильно сгруппироваться, даже правильно бегать. Для деток такого возраста это нужно прямо с основы, прямо с базы, с фундамента. Начинать с нуля. С нуля. Ручки ставим сюда, ножками двигаем так, правую руку подняли, а поднимают иногда левую ногу. Поэтому нужно работать с самого начала. И проговаривать это обязательно все с рук. И тогда мы... Сколько вот проходит времени, пришел к вам ребенок, который не умеет ручки держать, ножки держать, бегать не умеет. И когда уже вот какой-то результат появляется, я имею в виду результат наглядный для родителей, чтобы родители посмотрели, так, о, говорит, так я тоже, смотрите, он уже у меня что-то умеет. В течение, не знаю, в течение месяца точно, 100%. Месяц? Так быстро? Ну, по крайней мере, он сможет правильно упасть, кувыркнуться, сложиться в случае броска. И даже, думаю, пару бросков уже будет уметь. Хотя бы базовых, там, проход в ноги или задние. Считает же такое, что вот, ну, нет у вас способности совсем? Или такого не бывает и каждое? Это все-таки место, где дети общаются, где они могут побаловаться, где они могут упасть. Мягкое покрытие, мягкие стены, оборудование. Это, ну, ничем не развлекательная программа. Ну да, выплеснуть всю энергию, да, которая скопилась. Расскажите, вы о тренерах вообще вашего клуба в «Витязи» только Артем будет тренером. В нашем гуртку «Витязь» працює два тренера. Это главный тренер Артем Геннадьевич Кровяков, который является майстером спорта з рукопашного боя, дворазовым чемпионом Украины з рукопашного боя и является призером Белоруссии джиу-джитсу. Он такой тренер, который выховывает правильных чемпионов. И второй наш тренер – это Артем Витальевич Мисак, который сегодня с нами в студии находится. Он как раз является выхованием Артема Геннадьевича. Очень удобно. Два Артема, чтобы не вспоминали, они учились дети. Артем Витальевич является кандидатом в майстри спорта с панкреционом и кандидатом в майстри спорта с козацкого двобоя. За час работы в нашем закладе он уже рекомендовал себя как настоящий профессионал. И его очень любили и родители, и выхованные нашего заклада. Очень необычные у вас увлечения, виды спорта такие интересные. Вы говорите, дзюдо, дзюдо, дзюдо все слышали, а вот панкрецион вообще никто не знает, что это такое. Это суммежно, достаточно к смешанным единоборствам. Вернусь к первому нашему вопросу. Если мы рассматриваем то, что похоже на смешанные единоборства или как таковыми и являются, это боевое самбо, это панкрецион, в Украине это федерация казацкого двобоя. То есть по факту правила плюс-минус схожи. И то, что происходит на татаме на ринге практически одинаково. Ну, чуть-чуть. А как вообще возникла идея, или как вы почувствуете необходимость в этом клубе занятия единоборствами? Это, как правило, все приходит от наших активных родителей. Когда они видят какие-то недолики, они сами подают эти проекты, а мы уже потом их реализовываем. То есть сами родители понимали, что хотят, да? Или дети, может быть, просили то, что нужно заниматься. А вообще какие у вас еще есть кружки, расскажите. У нас много направлений, и художественно-эстетический, и хореографический, и физкультурно-спортивный направлений. Представлены все направления, которые только есть в нашем закладе. И шахи есть, и английская мова, и вокал. Я думала, только спортивные направления. У вас очень много, да? Очень развитый клуб. По поводу вообще про боевые искусства. С чего лучше начинать? С групповых тренировок? Или сразу приходить на индивидуальные и выращивать победителя будущего? Я думаю, для начала достаточно общей групповой тренировки. Посмотреть, как работают дети, какая атмосфера в зале, какой подход у тренера. Потому что, ну, все-таки в групповой тренировке это куда легче прослить. Индивидуальная тренировка. Родители могут наблюдать за тренировкой? Нет, сейчас нет. Сейчас карантин. Карантин. Никого нельзя. Ну, в любом случае, до карантина и была возможность проводить открытые занятия. Как-то поздравлять маму на 8 марта, там, говоря. Ну, и была возможность на данный момент, к сожалению. Ну да, детей же надо как-то простимулировать, чтобы они где-то свои знания, навыки продемонстрировали. Какие-то соревнования проводятся у вас? Однозначно. Конечно, проходят у нас різноманитные и внутренние какие-то турниры. И дети выезжают со своими тренерами на турниры всеукраинские, різноманитные. На данный момент, вот буквально позавчера вернулись наши бойцы, бойцы моего тренера и старшего тренера, Кровякова Артема, с чемпионата Украины. Два бойца ездили. И один стал чемпионом Украины по смешанным международствам. Ничего себе, я вас поздравляю. Да, да. Вот кружок, говорит. У нас кружок, говорит, Витя, все только у вас на таких. Этот кружок показывает результаты. И для нас это очень важно. То есть сейчас есть возможность в очень хороших условиях это делать. И за это спасибо этому проекту, 100%. На самом деле, спасибо большое и проекту, и то, что вы так вкладываетесь в детей, что на самом деле из них вырастают такие крутые спортсмены. Девчонки ходят, да, на занятия? Да, да. Тоже выбирают? Выбирают. А зачем девочкам это? Опять же, если я работаю с маленькими детками, то это общая физическая подготовка. Это кувыртки, это базовые броски. Девочкам это тоже интересно. И мы же с них не делаем каких-то, ну, не знаю, неподобающим образом. Они себя не ведут, ни с кем в садике в школе не дерутся. И в этом нет никакого смысла. И у нас мы не преследуем такой цели. Но, опять же, для самообороны, для веры в то, что она может, что она сильная. Кстати, по поводу самообороны. Навыки, которые приобретаются, вот у вас, допустим, в кружке, реально могут потом применить в жизни? 100%. И защитить себя? Однозначно, однозначно. Базовая ударная техника дает возможность себя защитить. Поставив двойку или какую-то хотя бы базовую технику, правой прямой, ты можешь за себя постоять в случае критической какой-то ситуации, естественно. А по идеологии смешанных единоборств, как больше учат уходить от драки, защищаться, нападать? Вот в какой заложен сакральный смысл? У нас нет цели. Но все равно же к вам, я думаю, спрашивают же дети. Вот есть же такой запрос. Вот происходит драка в школе. Как правильно поступить? Во-первых, попытаться ее избежать. Все-таки избежать, да? 100%. А зачем этот конфликт? Кому это нужно? Это травмы, это родители в школе, это испорченные взаимоотношения с руководством школы, с учителями. Ни в коем случае нужно избегать этих конфликтов. Но если уж предстоит поединок, то нужно правильно хотя бы защититься себя, правильно, если есть необходимость, если это постарше, и действительно есть какая-то определенная опасность, правильно ударить, правильно сгруппироваться в случае падения и так далее и тому подобное. Выйти как можно менее травмированным, да, из ситуации? Ну лучше избежать, безусловно, лучше избежать. А работа в карантине, расскажите нам, пожалуйста, что сейчас, ну вот как сейчас работаете? Ну, с сегодняшнего дня наш заклад на дистанционную работу переходит. И будут все наши занятия проходить онлайн. Уже освоили вы онлайн тренировки? Во время первого карантина, да, прям прочувствовал это. И видео снимали, что мы только не делали. Да, было всякое. Такой, да, тоже пинок вы получили все для того, чтобы выйти из зоны комфорта? Почему? Я тоже был такой опыт. Но дети воспринимают? Дети воспринимают, я надеюсь. Ну это лучше, чем ничего в любом случае? Процент. А так, как часто проводятся тренировки? Как часто уже посещать тренировки по смешным единорсам? У нас они три раза на тиждень с 17 до 20 години. Это одна тренировка или это несколько групп? Нет, там несколько групп. Артем Витальевич с маленькими выхованцами, Артем Геннадьевич уже со старшими занимается. И, уважаемые телезрители, карантин не вечен. Я в этом уверена 100%. Обратите внимание, что с 5 до 18 лет все жители Днепра в этом возрасте могут стать участниками клуба «Лидер» в целом. Центру, центру лидер. Центру, да. И клуба «Витязь», кружка, как вы сказали, я не согласна с определенным кружок. Кружок – это что-то очень маленькое такое посредственное клуб. Давайте будет клуб «Витязь». Спасибо. Клуб «Апельсин», а «Витязь» – это горток, который там находится. Хорошо. Давайте будет клуб «Апельсин», кружок «Витязь». В любом случае главное, чтобы вы поняли, куда нужно идти. Если вы хотите воспитать в своем ребенке целеустремленность, правильно, уверенность в себе, какие-то лидерские качества. Ну и, конечно же, научить его защищаться в случае необходимости. Спасибо вам большое, что посетили нашу студию.